Мотор. Все, мы начинаем. Синхрон. Да. Привет-привет. Надеемся, вы успели по нам соскучиться. На связи с редакцией The Girl. Мы рады объявить о запуске нового проекта на канале Interview The Girl. Наша команда хотела, чтобы героями первого выпуска стали безумно классные, красивые и милые ребята. В общем, самые-самые. Выбор сразу пал на Алю и Миле. Они вместе со мной уже ждут тебя в этом выпуске. Приятного просмотра. Ну, а будет вопрос такой. Смотри, Аля, тебе 21, да? Тебе 24. Для некоторых может показаться, что это слишком ранний возраст для родительства. Как вы вообще пришли к этому решению? Нет, 24 вообще норм. Хотелось бы пораньше, конечно. Но мой возраст вообще... Как будто бы вообще 24 идеально для ребенка в плане, наверное, для мужчины. Потому что это уже такой более осознанный возраст. Понятно, что в 21 год мужчины, я считаю, что не совсем зрелые. Им нужно там еще потусить, поддыхать. Понятно, подготовиться. Но это тоже очень индивидуально. Есть и ребята, которые в 21 год уже готовы, уже хотят именно семью. Они для этого пришли в этот мир. Понятное дело. Но 24 года для мужчины — это супер, я считаю. И 21 год для девочки — тоже классный. Я всегда мечтала быть молодой мамой. И я считаю, что я полностью к этому готова. Во-первых, это очень зависит все-таки от воспитания, от родителей, от младших братьев, сестер. Многие, знаете, у кого очень много детей в семье. Они такие, не-не-не, я пока не хочу. Мне хватило. Я была нянькой все детство. Я-то как бы тоже младший брат. Но я уже была в осознанном возрасте. И плюс на меня его так-то часто не оставляли. И я только вкусила что-то хорошее. И понятно, что у меня от этого приятные воспоминания. Но не суть. Суть самое главное в том, что миноморально я считаю, что я готова. Но я к этому шла, сколько? На протяжении двух лет. Потому что первым о малыша заговорил Эмиль. Еще года два назад. Потому что у него тоже был такой гештальтик. Это было, это чисто прогрев был. То есть я не говорил конкретно уже о том, что вот давай-давай. Естественно, ни о каких там принуждениях, ничего, речи не было. Я просто мысль закидывал о том, что ты подумай об этом. Потому что... Ну, он всегда говорил о том, что вот именно он реально хочет стать молодым отцом. Он такой, это же так круто, когда у тебя ребенок... 25 уже не молодой. Молодой. Нет, все равно молодой. Нет, относительно... Конечно, 24, во-первых. Нет, когда родиться мне 25. 25, да. Вот, то есть... Ну, вообще в идеале было бы там, ну, типа 23. 5. Нет, ну все, в принципе, как и планировалось. Мне кажется, это реально супер, потому что... Почему вообще спрашиваю, реально есть люди, которые типа... Нет, вот в 28 или в 30, и все равно считают, что... Да, и некоторые говорят, мне нужно нагуляться, мне нужно отлетать на отдыхе, мне нужно кайфовать, там, получать удовольствие от жизни. Но я считаю, что это очень бред, потому что... Почему без... С детем ты не можешь получить это удовольствие. Вот, значит, ты просто пока что не готов морально. Да, и те, кстати, кто нам пишет в комментариях, капец, дети рожают детей, вот есть такой вайб, я пишу, ну, а что у вас за дело? И мне отвечали, я когда вижу молодых родителей, мне становится противно или что-то такое, ну, молодых беременных. А я считаю, что такие ребята пишут такое, потому что сами молодые, и когда они видят молодую маму, они начинают это переменять на себя, и понимают, что они еще не готовы. А поэтому у них идет вот такая реакция. А может, это замясть какая-нибудь? Нет, я думаю, потому что они сами еще не готовы, воспринимают это на себя. И начинают как бы высказывать свое мнение, потому что идет какой-то триггер, идет какое-то непринятие себя в голове, вот. И это можно просто проработать прям с психологом. Вот так, я видел двое родители, в которых ты говоришь, что много раз делала тесты, это интересная моя реакция. Да, у нас получилось со второго раза. Наделала тесты я почти каждый день. Ну, знаете, это просто бзик, когда вы именно готовитесь к этому, вы это планируете, просто это до трясучки, это что-то новое для тебя. И ты такой, нет, вот сейчас сделаю, ну вот, может, вот сейчас сделаю, получится, вот, может, сейчас, и когда у нас после первого месяца не получилось, я вообще словила какую-то паничку и депрессуху, типа, что не так, почему? Вот. И поэтому, да, я делаю тесты каждый день, особенно первый месяц. А когда ты не встретил эти две полоски, там еще и датчик там была, и гид принялся, так, чтобы вообще успел осознать. Я после первого месяца, вот я, как сказала, я словила жесткую панику от того, что там нет долгожданных двух полосок, и сказал себе, я не буду мучить свою нервную систему и делать тесты каждый день во второй месяц. Вот не буду, подожду до задержки, да. И я что-то сижу на пуфике вот здесь вот на кухне, и до задержки где-то дня, дни еще пять, и такая, нет, я сделаю. А у меня тест остался вот там один. Я такая, нет, ну, думаю, сейчас сделаю его, все, вот, могу. И что-то мне, я такая, надо, вот, надо, надо. И я его делаю и убираю в карман. И я тогда еще рекламу снимала, что-то снимала, ставлю штативный телефон, а я всегда же снимаю. И я вот так вот делаю, застаю и вижу беременную, и такая, да, я просто очень сильно обрадовалась. Мне представляете, я такая, да, хренеть, это, а еще была первая мысль, ты сейчас умели сказать, он же так обрадуется, как милец. Вот, поэтому, да, я была очень рада. А с ним, как получилось после вот ролика, когда вы с нами? Да, я что-то за компом сидел, своими делами занимался, причем мне за, за пару дней до того, как Аля сказала, что она беременна, мы же у врачей там смотрелись, проверялись, там анализы, вот эта вся история, Аля там на подготовку к беременности, к врачу, там за деньги записались, то есть в день, вот эта вся история. И она такая, что-то, какой-то анализ она сдавала? Не анализ, я УЗИ делала, УЗИ, а там можно, УЗИ понять примерно, есть возможность беременности. А что-то там про желтое тело, вот это, и она мне приходит, ну, с бумажками, с УЗИ, и такая, типа, что-то желтого тела мало, в этот месяц, наверное, тоже не получится. И вот это было два, там, за два-три дня до того, как она не смотрела. Это я сама придумала. И я все, я уже, типа, у меня мыслей про это нет, я такой, ну, окей, попробуем в следующий раз, типа, это нормально, ничего там страшного нет. Многих там, ну, дают вообще пару год. И она мне говорит, надо снять какой-то видосик, она вот как раз таки, вот опираясь на то, что рассказывала, снимала там то ли рекламу, то ли еще что-то. Она такая, мне нужно помочь, я такой, ну, ничего страшного, поможем. И стоят коробочки какие-то. Ну, вообще не догадывалась. Да, с предметами, всякими женскими штучками, типа, подводка там в рекламе. Вот. И она мне говорит, типа, вот это что? Я такой там шатшучусь, вот это что? Потом говорит, открывай коробку, а там пресс. Вот. Естественно, типа, сам факт был неожиданности относительно того, что я был уверен в том, что в этот месяц тоже не получилось, а вот получилось. Поэтому он такой, брешь? Брешь, да. А вас не было тогда всегда вот это, обычно мужчины не обернули, ты беременна, ты на одну, я тоже беременна, мы в беременне, все, вот такого не было? Нет, у нас такого не было, но отдай должный Эмилю, он потрясающе обо мне заботится. То есть у нас не такого, что все это же беременна, что-то такое, нет, я мужчина, у которого есть беременная жена, все. И вот это здорово. А ты от того, у нас какие-то приколеты беременны, не зря я говорю о том, частные смены настроения, странные вкусы и предпочтения. Да нет, конечно, есть. И я не скажу, что они какие-то глобальные, но есть, понятное дело, беря в расчет гормональные какие-то штуки, там, действительно, относительно быстрого смены настроения, или резких, там, каких-нибудь, плакс, тоже по ерунде. Но это, были, были, один раз еще у них в середине началось просто так. вот просто. С небесной земли. Тут ничего не поделать, в принципе, надо просто... Да, а по еде, да, я могу так сказать, я учу отваренную картошку с укропом. Вари. Помни, варит? Стрееки делал. Честно сказать, я, конечно, все это читала, но я особо не вникала. У меня вообще не было каких-то тревог, до... Ну, пока гормоны не начали шелить, это недель назад примерно у меня началось. Вот, недели назад у меня тонус схватил, и вот тогда я такая затревожилась. А до этого у меня был токсикоз, у меня было много разных проблем беременных, вот, и мне было все равно, ну, пройдет, пройдет. То есть у меня не было такого, что я там читаю все, мгновенная смерть. Я полоса, мгновенная смерть. Вот, поэтому нет, такого не было, я как-то очень спокойно к этому отношусь, но еще это очень сильно зависит от того, входишь ли ты в беременность тревожным человеком или уже к таким проработанным, спокойным, готовым. Вот, я просто подготовилась, поэтому получилось хорошо. Такой вопрос к вам там, вы боитесь к вам родов? То есть вы если ты не бояли, не боялись к вам родов? Не боюсь родов пока что. Мне кажется, я не боюсь родов, потому что я пока не знаю, что это такое. Вот, я уже говорила вчера, что мы разговаривали об этом, что вот, мне кажется, вторые роды страшнее, потому что ты уже осознаешь эту боль, ты помнишь ее, а ты понимаешь, что тебя ждет, и уже такой, блин, опять это переживать, вообще жесть. А когда это первые, и это неизвестность впереди, ты думаешь, ну, посмотрим. Наверное, да, не страх, а переживание чего-то нового. Вообще вся беременность это неизвестность, и родительство неизвестность, все это неизвестность, и это здорово, что мы через это проходим и узнаем что-то новое. Понятно, что беременность не из самых приятных, но зато это того стоит, как бы в итоге. Не скажешь, что мне это трудно реакция ваших родителей? Мама! У меня реакция моих родителей, я ее выкладывала к себе в телеграм-канал, у меня родители очень, так сказать, отнеслись, по-простому, папа просто сказал, ошибись, молодцы, мама ничего не сказала, она просто взяла, такая посмотрела, начала смотреть и просто молчать и улыбиться. И я говорю, что такое? Она такая, это я бабушкой стану, получается. Ну, вот это вот началось, поэтому слез не было, были просто радости, улыбки, и здорово, но я и не ожидала своих родителей слез, потому что они, как-то хотели. Просто будут рады за меня очень сильно. У Эмиля же по-другому было. На меня чуть другого склада ума родителей, скажем так. Ну, типа, тут вопрос к тому, что это, в принципе, не сказать, что неожиданностью какое-то было в целом. Ну, то есть, мы, во-первых, додолго достаточно уже вместе и расписались, как будто к этому шло. Слушай, реакция твоя мама была как будто бы сутерами на месте. Не, но... Звоза желания. Она же сказала, я знала, я знала. Ну, то есть, я к тому, что... Это вопрос времени. Рано или поздно это должно было произойти, и вопрос, типа, через сколько. Потому что, ну, мне кажется, все там близкие, друзья, родные уже понимают, что, и понимали, и еще там какое-то время назад, что, ну, как будто бы уже это все дотало, скажем так, история. То есть, не просто отношения, которые там на какое-то время. То есть, это все. Ну, а реакция-то какая? Это хорошая. Да, все, все положительно отреагировали, все рады. У меня дедушка, бабушка, это вообще история. Мы сидим на комнате, еще сестра моя старшая была, она тоже не знала. И я даю бабушке УЗИ, и она такая смотрит. А, и спрашиваю, это что? Вот мне что-то врач сказал, что это такое? Даю ей УЗИ, она такая смотрит, это что, у тебя в животе уже такое? Я говорю, да. И вообще, не такой эмоциональный. И сестра такая, что? Вот так вот выхватывает, такая смотрит. Ну, желаю тебе удачи, это киста. И все, они угорают. Вот такая вот реакция у моих родных. и дедушка такой, что, беременнаешь? Что, две полоски, что ли? Я говорю, нет, там уже не две полоски, а уже нормально. А он такой, а что мотаешься по своим сахалинам? Дома сиди. Короче, вообще, никто не плакал, змыть. Просто обрадуется. Как ваши такие ритм-пуссотки? Думаю, у вас какие-то будут на вас. Слушайте, хорошо. Все писали, наконец-то, да, все как будто прям ждали. нет, у меня все писали, что? Реально? Не, из моих там каких-то хороших знакомых. А у меня именно друзья-блогеры, они все охренели, ну, реально, прям вот охренели. Они все написали, что, поздравляю, неожиданно, для меня, вообще, тебе, самое неожиданное новое с это время, я думаю. врачу походу прикольные. Да, каждая УЗИ на самом деле. Потому что я вот, сейчас у нас четверг еще УЗИ, я вообще люблю. Ну, раз ты лежишь, а смотришь, что дома. учитывая, что визуально еще не скажешь, что она беременна, хотя уже экватор срока, вот, а ты смотришь, там УЗИ, там прям человек лежит, а вот где, куда он там... двигается она, головой вертит и ручками, ножками пинается. Я просто это пока не особо-то чувствую, но я чувствую совсем, легонечко, когда она сильно пинается. А она там постоянно двигается, и я еще этого не чувствую, и когда ты это видишь на УЗИ, и ты такой, охренеть. Или вот мы были на последнем УЗИ, ну, врач все смотрит, проверяет, она спала, потом что-то начинает чуть дергаться, и врач такой, блин, разбудили, тоже забавно. Какие-то такие моменты. Она там уже живет, может пальчики сосать, играть, смотреть на пальчики, играться с ними. Там вообще милота. Да. Как раз, как сказала ими, когда с вами видели с вами наши ролики, я реально, если бы я не знала что это в положении, я к ним поверяла, что у нас есть. Я к этому говорил, что очень большой ролик не собирал спорта. Да, конечно. Я спросила у врача, почему вот у некоторых на сроке 14 недель уже огромный живот, там у меня, извините, 19-то идет, а из живота-то огромного особо-то и нет. Она говорит, слушай, ты занималась спортом, и мышцы пресса, они сдерживают твои органы, потому что в беременности обычно органы, они же вываливаются вперед, потому что их матка там подвигает, вот, а у тебя пресс, мышцы, ты их держишь, вот, поэтому у тебя и животик будет расти к шестому месяцу только выловиться, потому что там уже, как бы, мышцы не справятся. Вот так. поэтому, да, все, конечно, это зависит от спорта. Но ты не прекратила тренироваться сейчас, да? Первый триместр я не тренировалась, мне было противопоказано, как и многим в первом триместре, вот, да и всем. А во втором мне, да, врач разрешила и я тренируюсь в пророкзал. А с чего состоят сейчас тренировки? Тоже самое, силовые тренировки, просто вес поменьшему берем с тренером, но, естественно, мы исключили упражнение на пресс и упражнение там, где я ложусь на живот, все. Это когда он тренировался с вами? Было, да, хотели, несколько раз. Но я его не тренировала, он сам. Нет, он соображает, он знает. Так, здесь вопрос про мигля, но не к мигля. Вот смотри, очень сильно, очень сильно. Во-первых, он стал гораздо внимательнее ко мне, но он и так был внимательным, а сейчас мы супер внимательны. То есть, а, еще когда у меня какие-то психи бывают, а там мозг хочу вынести, ну, такое настроение, он спокойно отреагирует, мне даже не хочется мозга выносить, то есть настолько. Мы еще не ссоримся, всегда как-то все проблемы быстро решаются, он начал идти на компромиссы гораздо чаще и больше, ну, и просто заботу свою принять, поэтому это здорово. мы все беременность, думали, что мальчик и где-то за две недели до... не все, не все, не все. Вначале, мы когда просто обсуждали, разгоняли вообще историю относительно того, кто будет, про мысли, про разные стороны воспитания мальчика, девочка, девочки, про подход к воспитанию, про подход в целом жизни, потому что это абсолютно разные вещи. Вот, естественно, вопрос поднимался относительно того, кого хочется больше. Но так как это все-таки беременность первая, мы чуть больше о другом думали, нет конкретно, там, не было желания, хочу конкретно либо мальчика, либо девочку. Сначала, ну, склонялись чуть больше оба к мальчику, потому что как будто бы есть стереотипность в том, что мальчик воспитывать проще, чем девочку, и внимания меньше нужно к этому уделять. Ну, как будто бы, я и говорю, как стереотипность. Вот, потом в моменте пришло какое-то осознание, не знаю, но это где-то на ментальном уровне. есть какой-то вайб, что девочке больше ответственность, потому что это нежная душа, что, понятно, что пацан тоже как бы нежная душа, но девочка, это принцесска, особенно, когда, ну, там, Эмиль отец, он мужчина, и он должен ей кучу всего дать, как и мальчику, но девочке вот эту отцовскую любовь, чтобы он был не отец, там, батя, а именно папуля. Поэтому, это да, девочка с девочкой, наверное, мужчинам, папам, чуть сложнее, правда. Мне было все равно. Нет, я тоже склонялась сначала изначально к мальчику, в плане не то, что хочу мальчика, а то, что я думаю, будет мальчик. Вот. А потом вот за две недели до гендер-патии мы такие, как девочка будет. Мне приснилась девочка. Прямо четкий сон, что у нас дочь. Я еще просыпаюсь, только думаю, да ну не, охренеть, реально. Вот. И как-то все, у нас девочка, девочка, девочка. Я заранее до гендер-пати заказала... Там были воздушные шары, я увидела, прикольные. И там они были в розовом и голубом в свете. А мне в розовом так больше понравилось, я заказала в розовом, думаю, что будет девочка. И даже вот до гендер-пати я заказала этот шар и не прогадала. Я никогда не смотрела, если что, УЗИ. Я не знала, Эмиль тоже. Так вышло, что мы задавали по крови на пол ребенка и мы указали почту организаторов хлопушек сразу. То есть мне это даже не приходило. Поэтому мы вообще даже не в курсах были. Но как-то так дались, чуйка. Когда в плане? Когда ты понял, что я та самая? Как он не любит об этом говорить? Нет, я просто пытаюсь воспроизвести мысль об этом. Наверное, когда, может, переехали на вторую квартиру уже, уже прожили, наверное, какое-то время вместе. Скажем так, притерлись что-то друг к другу. Ну, то есть это было, я не могу сказать, вот именно в этот день, в эту минуту я такой смотрю и говорю, ну, типа, как красиво бы ее мог сказать, 21 августа 2021 год, я держу ее руки на берегу моря. Ну, типа, это... Просто в моменте пришло понимание, что, да, это тот человек, с кем... Да, мне тоже кажется, вторая квартира. С кем я готов разделить жизнь. Просто первая квартира, это был у нас этап конкретно букетный период. Я помню, у нас уже не было много квартир, где мы жили, а 4, четвертая. Вот, первый этап, это конкретно букетный период. Второй этап, это вот как раз притирки, ссоры, бытовуха. И вот как раз, когда мы прошли, начали проходить уже через этот этап, через говно тоже мы проходили. И вот когда мы через него уже научились проходить, искать компромиссы вдвоем и видеть друг другу не только хорошее, но и плохое, и с чем мы можем жить. Вот. И тогда, да, тогда мы поняли. Мне кажется, решение съехаться месяца через 3-4 отношения, это была очень идеальная идея. Прям супер. На самом деле, да. Вот многие такие, мы 8 лет вместе, а вы живете вместе, нет. И я думаю, ребята, это хреново. Или те, кто женится через 2 недели, как съехались. Это вообще. Угу. Короче, проверка отношений. Это пожить вместе. Это пожить какое-то время вместе. Это вот самая-самая серьезная проверка на прочность. Самая серьезная. Не какие там ссоры, не знаю, разговоры, какие-то о чем-то. Это все ерунда. Поживите вместе пару месяцев, и все будет понятно. Скорее всего. Да, я думаю, что, Калинина, и наши подписчики читатели он и тронет с положением. Как тебе все еще красиво вставлено в статистике и дженер-ракос в год в жизни. Нет. Ты же сам не Юджин и Рапунцель, а Юджин и какая-то другая деснеевская парочка. Я вообще мультик не помню. Я смотрела с тобой, но я вообще... Ну, я его заставила смотреть Рапунцель, если что. Нет, конечно, мы не Юджин и Рапунцель и не какая-то другая деснеевская парочка. Мы какие-то просто отдельные алии и миль со своей историей, со своими приключениями. Но именно этот мультик просто мне каждый раз вызывает мурашки. Мой любимый, и меня об этом знает, поэтому он устроил мне такой серпесик. Ну, я не понимаю, вы что любите смотреть? Да когда что? Пришел экстрасы. Да когда что? Какие-то шоу там... Большое шоу. Да шоу обычно. Фильмы обычно, да, в киношке, наверное. Прям, чтобы такого... У нас даже телевизора дома нет. Мы смотрим на ноутбуке сериалы и шоу. У нас нет такого, что мы там обязательно вечерком садимся смотреть фильм. Нет, нет. Есть даже сериалы, которые мы досмотрели. Не, есть. Такие бывают. Ой, боже мой. Слушай, по-моему, что-то конкретного, наверное, нет. Вы еще запросите, как вам любишь? Нет. В большом свадьбе мутешествия. Каптер, когда у тебя ждать? Хрен знает. Не знаю. Ну, я планировал через год, но, возможно, через два. Ну, я не знаю. Но хотелось бы, конечно, через год. Я так думаю. Не этим летом ты не думала. Нет, на следующем летом. Блин. Ну, я, короче, не знаю. Да тут... Нет, это все здорово, конечно, но я что-то все больше... Меня сейчас могут засрать жестко за эти мысли, но я в последнее время начал все... Я понимаю, насколько это важно для девушки, насколько это событие... Типа, все говорят, там, один раз в жизни и как это красиво. Но все больше и больше я задумываюсь о том, что это абсолютно непонятное событие с лишними тратами, за которым можно квартиру купить. Ваш кре. Вот. Лучше... Ну, мое МХО, опять же, с близким кругом... Ну, не понимает просто. С близким кругом семьи. Там, может, с друзьями поехать за границу куда-нибудь отметить свадьбу. И потратить в пять раз меньше и отметить, покутить несколько дней, чем... Не, я не знаю. Я просто мысляю. Типа, это здорово, да. Я думаю, в любом случае у нас будет какая-нибудь свадьба клевая, большая. Но я исключительно про мысли. Но, видимо, эта свадьба будет ради меня. Исключительно. Просто знаете, что свадьба, которая будет, это Эмиль переступил через себя. Да не переступил. Тут не в этом суть. Это я же не на компромиссы буду, потому что я против. Нет, это немножко другое. Я просто про свои мысли говорю о том, что я больше начал задумываться, что это не нужно. Но воспоминания, это самое главное в моей жизни. Вот. Это то, что мы будем потом в старости вспоминать. Поэтому о свадьбе мы на. Просто зная потребности, мадмуазели справа от меня, я представляю... Да не, ну нормально, я не буду борщить. Я не буду борщить. Вот самые шары, сделанные своими руками на гендер-патте за миллиард евро. Ну, такие вещи. Ну, посмотрим. Он не дает нам работать. Да пусть, пусть, пусть сидит. Вот так можешь сидеть. Вот. Но вы, получается, еще не думали над реализацией, стилизацией? Нет, ну нет, стилизацией мы уже думали, и над реализацией я тоже уже думала. Как бы я знаю, как это будет выглядеть уже примерно. Поэтому как бы нет. Идея в голове есть, и уже есть люди, с которыми бы я поработала. Поэтому тут осталось понять, когда. А маленький спойлер. Будет связан твоя мечта, с какой-нибудь и дальше есть не сказка сказки? Или вот люди дракосы остались только на уровне предложения? Да, они остались на уровне предложения. Я думаю, там не будет никаких сказок. Тут просто красиво. Кто из вас плакал, когда узнала малышку? Он тоже, стоп! Это не. Никто не видел, он не считается. Он вакуумный в плечо. Никто не видел, не считается. Кто из вас более сентиментальный? Кто из вас сильнее хочет свадьбу? Кто из вас чаще болтает с малышкой? Кто из вас больше любит готовить? А убираться потом? Никто. Ну если уж говорить. Но он. Кто из вас сильнее, кто не будет плодоврачей и всех осмотров? Вот кто-то не видел. Кто-нибудь вроде никто, да. Кто из вас будет более строгим радистом? И финально о том, что у нас больше силы не было на планете, кто из вас сильнее любит другого? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok